Вот так с поднятия флага в Сочи уже пятый год подряд начинают соревнования, которые объединяют десятки детей со всей страны, готовых бороться со своим недугом. Диагноз «сахарный диабет» для них не стал поводом жить не как все. Более того, спорт стал активной частью жизни каждого из тех, кто приехал в Сочи на юбилейную диаспорт-океаду. В этом году это около 100 детей из 10 регионов страны. Сахарный диабет отмечают врачи. Это заболевание, с которым человеку придется провести всю жизнь. Но при соблюдении рекомендаций по лечению и питанию, заниматься спортом можно и даже нужно. Сокращение мышц способствует проникновению глюкозы в клетки. И они должны питаться, чтобы сократиться. И это способствует снижению сахара крови. Спорт для себя выбрал и великий Пеле, который тоже страдает диабетом. К этому ребят сегодня призывали и российские спортсмены. Диабетом они не больны, но о преодолении себя знают не понаслышке. Рекорд Иннокентия Ажарова, например, в эстафете 4 по 100, в мире не могут побить с 1990 года. Александра Пацхевич, олимпийская чемпионка в синхронном плавании, говорит, где спорта-океада – отличное мероприятие, с которого можно начать свой путь к успеху. Это такое эмоциональное событие для детей, когда они первый раз выезжают куда-то. Тем более попасть в Сочи, где была олимпиада, где детьми здесь занимаются. Им уделяют не только внимание свое, но они общаются между друг другом. Секретом своего успеха поделилась и сочинка Наталья Макогонова. Ныне член сборной страны по фристайлу, участница олимпиады в Сочи. Легкая атлетика, туризм, лыжи. В ее жизни всегда был спорт. А сегодня Наталья предложила ребятам начать с малого. Каждое утро – зарядки. Важность этого мероприятия именно в том, что дети начинают верить, начинают мечтать, начинают к чему-то стремиться и добиваются своих целей, несмотря на свои болезни. Такие встречи со спортсменами, уверенные организаторы Диаспорта-океады, помогут ребятам поверить в себя, начать активнее заниматься спортом, несмотря на непростой диагноз. Впрочем, попробовать себя на спортивной площадке они смогут уже завтра. Соревновательная часть турнира включает в себя сразу пять видов программы. В том числе футбол, бадминтон, пионербол и туризм. Игорь Кырпа, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.